Девушки отдыхают Здравствуйте, я спитался по миру целых 5 лет, но так не смог найти даму сердца Надеюсь, что ведущие мне в этом сегодня помогут Со мной мои друзья Иван и Слава Никита, 30 лет После того, как его возлюбленная молча собрала вещи и ушла, он долго не мог понять, что произошло Уехал на Бали и прожил там целых 4 года Сейчас вернулся и готов к новым отношениям Никита фрилансер, переводчик с английского языка Любит спорт, увлекается урбанистикой, интернет-технологиями, музыкой, модой, театром И не имеет вредных привычек В детстве хотел стать трактористом, а сейчас мечтает о семье Никите не нравятся худые блондинки с наращенными волосами Женится на девушке с веселым характером, которая родит ему двойняш Никита, почему Бали вдруг? Что так? Ну, как-то я вот думал-думал, куда поехать И как-то мечта была с детства, ну, такой с юности, можно сказать, со школы Покататься на серфе и решил туда и поехать Может, лишь мне работать? Там тепло Сорвал бананы, все себе и живи, ленись Сколько хочешь Ну, в общем... Или несчастная любовь Работал в поте лица, так сказать Все время, ну, до Бали почти пять лет провел в офисе Галстук, пиджак Все было очень серьезно Работал в серьезных компаниях международных Но потом понял, что неинтересно приходить в девять утра включать компьютер И в шесть часов выключать Правильно, свободный человек Это для нас Это наш вариант Никит, ну вы же мальчишка уехали Сколько вам было? Ну, чуть за двадцать Двадцать пять мне уже плюс было, да После двадцати пяти То есть я после института сразу же занялся плотно прям своей карьерой И любовь была? Была, да А чего ей не хватало? Внимания, денег, любви? Ну, сложно сказать Нет, вроде с деньгами было все в порядке Там, ездили на машине Я снимал квартиру Вместе жили? Да, жили вместе И, в общем, ну, конечно, она зарабатывала какие-то деньги Но я даже их не касался Нет, мы вы же потом анализируем Почему вдруг? Она же ведь в одночасье собрала чемоданы от вас Ну да, может быть, планировала, но я как-то... Ну, в таком случае девушке трудно подойти и сказать Любимый, объясни, что не так? Я сделала бы Клопль женщин всех времен Мой милый, что тебе я сделала? А вам-то легче подойти и выездить? В общем, так и было Она объяснила? Я просто расскажу ситуацию, что вдруг раздается... Я был у брата В общем, принес брату апельсинов, он был болен И вдруг раздается звонок на мобильный И девушка мне говорит Я уезжаю, я ухожу Я говорю, куда уходишь? Типа, мол, в магазин или там куда еще? Она говорит, нет, я все, я ухожу Я говорю, так, подожди-ка, родная Дай-ка я приеду, может быть, обсудим все А ни сном, ни духом, да? Это вот просто... Нет, для меня было шоком, так сказать Я приехал домой, повесил пальтишко И такой, говорю, так, мол, ну что, рассказывай, в чем делал-то? Она говорит, я вот, мол, у меня какие-то планы Я собираюсь учиться Я говорю, меня не очень интересует, что ты собираешься делать Причем здесь любовь? Да, почему вот так? Ну, как-то... А младшая она у вас была? Практически ровесница То есть полтора года по-моему, родилась А сколько вы с ней вместе уже проживали? Ну, наверное, в общей сложности мы где-то жили с ней два с половиной года Ну, она же хотела Я думала, уже хотела Ну, возможно, да Следующие ступени Ну, наверняка, женщины так просто не уходят Так просто, понимаешь, что все-таки мужчины Женщины более влюбчивые И если они так долго были вместе, соответственно Она тоже дорожила до поры до времени Но ей надоело Послушайте, она у нее возраст уже был 24-25 Ей, конечно, уже хотелось чего-то другого Ну, такие у вас, мне кажется, советские, нет? Не-не-не, вы знаете, женщины... Не-не-не, советские стереотипы, это 19-20 В 21-е говорили, не замужем Понимаешь, а старше 30-ти уже старенькая Уже женится, никто не разбегается А вот у меня другой стереотип Может, даже не советские, а домостроевские и так-да Вот, Никита, вроде бы мужчины вы симпатичны У нас очки у вас вроде сурьезные А чего же вы свататься в трустах пришли? Ну, это как-то вообще несерьезно Вот тут прямо, ну, неуваживая А если бы ты вдруг узнала, что эти трусы стоят Несколько тысяч долларов А они что, стоят столько? Ну, я к примеру говорю, ты отнеслась бы к ним уважительно? Тогда бы они другого цвета были бы, и там, и златые Золотые, да, золотые Ну, окей Вот как это, вот как мне воспринимать вас сурьезно вообще? Не, ну, во-первых, ладно, портки там достаточно дорогие В общем, ну, ладно, это не важно, я считаю А вот это что-то у вас наше, это что такое? Это наушники называется Вы плохо слышите еще? Здоровье плохое? Не, ну как-то вот, ну, я понимаю, был галстук Это часть, это часть стиля, вот так я вам отвечу Только стиль у меня, он сын еще совсем молодой студент Вот этот его стиль Прекрасно А вы 30 лет жениться пришли Передавайте им привет, любит музыку, отлично Нет, а вы тут жениться пришли, или чего? Или стиль нам тут показывает? Тусорчик Тусорчик? Да, да, любит какие-то клубные движения Я сомневаюсь, что он, ну Интересно? Думаешь, поехали, мальчик? Ну, хорошо, вы уехали на Бали зализывать раны Залезали или кто-то помог? Да не то, что раны зализывать, ну так, помог бизнес В общем, вы вот говорите, что от работы бежал, нет Не люблю и не могу вообще сидеть на одном месте Сразу же нашел что-то Ну, как бы, все время стоял за одной стойкой бара, а вдруг переместился за другую Вы же открыли там сеть, да, баров? Ну, не то, что сеть, но вот друзья мне помогли с друзьями Открыл маленький барчик такой уютный И вот, ну, первый, первый такой серф-бар для русских был Скажите, пожалуйста, Никит, ну туда много девчонок приезжает, молодых красивых, правда, на пару недель, да? Да, к сожалению Несерьезно? Да, ну это не, я не люблю, я люблю, я люблю постоянно серьезные отношения и какие-то вот, я их называл прям двухнедельные девочки А местные? Местные совсем не в моем стиле Ничего себе в чужой стране организовать все-таки бары, это собственный бизнес и не зная ни законов, ничего И четыре года прожить Такой человек везде прорвется, везде Да, молодец, молодец А сейчас жену-то вы на куда приведете? Что у вас есть, кроме машины, вот я тут Да Бунгало в Москве имеется? Что-что? Бунгало в Москве имеется? Бунгало в Москве у меня с родителями, моя комната и, в общем, пока А родители тоже ваши на Бали? Нет, родители здесь, да, в Москве На родителей рассчитывать, конечно, нет Да, не всегда можно, родители тоже не вечные Ничего нету, где-то на Бали еще поди проверь, есть ли там этот бар или нет Он в шортах, какая-то комната в этом у родителей Что мы сейчас, вот что я как сваха предъявлю невесте? Ну, во-первых, хороший парень, красавец, спортом занимается, здоровый проживательный ведет Вот это, слава богу, москвич, он имеет право еще покуражиться Он в 30 лет прощупывает, как ему, что ему нужно Имеет право, у него здесь семья приличная, есть комната своя в семье Он не бездельник, он получил образование, он и на Бали не бездельничал А как, я даже не представляю, ребенок родится Посмотри, он приехал Ладно, что-нибудь придумаю Вот он приехал в Россию в 30 лет Вы правда созрели, да, для серьезных отношений? Ну, я считаю, что да, да Ну, правда, но это же не клоунада, то, что сейчас происходит Я думаю, что точно нет, это клоунада А доход какой у вас в месяц-то? На вопросы о доходе я обычно предпочитаю вот так делать Оп, это такое... Я тогда знаю, какой невесту буду рекомендовать Окей, хорошо Ну, вот через экран, не знаю Не могу сказать, что он меня там, знаешь, прям зажжет Зацепил, да? Нет, как бы такого нет А вот, Никит, скажите, пожалуйста, как вы поняли, что вы созрели для серьезных отношений? Что вы готовы взять на себя ответственность? Женщину, будущих детей? Вот как вот вы однажды поняли? Да, ну, не то, чтобы сказать, что как-то однажды меня как-то озарило Но как-то по ощущениям я понял, что уже не только там о пиве, мини-юбках, дискотеках там мысли А, в общем, ну, как-то о будущем И уже определились, какая она должна быть, ваша женщина? Ну, всегда это сложный вопрос, конечно, да? Не сложный, не сложный Мы все о чем-то мечтаем, мы все знаем, чего мы хотим Поэтому в идеале вы сейчас обрисуете картинку А там хотя бы, если из 10 пунктов 4-3 совпадут Поверьте мне, это уже основание для того, чтобы заводить Я понял, да Я бы, может быть, и даже к вам-то не пришел бы за помощью обращаться Если бы знал, кто мне нужен Я бы, может быть, пошел бы и прямо выбрал Хорошо, что для вас важно, что не важно Важно, да, могу ответить прямо сразу же, да, перебью вас Важно, чтобы человек был интересный И чтобы человек интересовался многими вещами Но я люблю путешествовать, люблю заниматься спортом Люблю музыку, люблю на концерты ходить Сейчас, благо, нет с этим проблем Все-таки приезжают какие-то там интересные музыканты Она будет вас поддерживать в этом? Прекрасно Ну а серфинг, допустим, не будет любить? Ну, серфинг Ну, я буду сам его любить И вот там, допустим, завтра на футбол обязательно пойду Скажите, а вы уже ведете оседлый образ жизни? Или так же можете подхватиться с чемоданами завтра? Не ограничиваю, конечно, себя Но вот на ближайшее время точно понял, что буду в Москве Мне очень нравится и отлично Сможешь ты Активно? Да, так вот активно за ним следовать Не могу сказать с уверенностью, что да Она же в школу пойдет Если понравится девушка, а у нее будут дети от предыдущих браков? Возможно, и неплохо, но мне как-то, так сказать, молодежным языком стремновато немного А чем вы боитесь? Для меня дети... Ну, как бы, вообще даже не знаю, что вам ответить на это Совершенно не понимаю, как себя вести Как бы, вроде как, я ему и не родной А вести надо себя как с родным Ну, не знаю, да Ну, все всегда бывает в первый раз Наверное, может быть, да Как вы думаете, как вы думаете себе вот это великодушие Если вы человек нежадный, если вы щедрый, душевный, то, может быть, стоит попробовать А вдруг будет классно, но с ребенком Попробуете? Нет Или принципиально? Нет, послушайте, я вас не заставляю, Никитушка, дорогой мой Многие мужчины приходят и говорят, для меня принципиально Можно я даже объяснять не буду, почему Не хочу с ребенком Нет, 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 нету такого Все, слава богу, Роза, Василиса Ну, а что, мне такой тип мужчин непонятен Вроде взрослый, а выглядит как тинейджер Ну, скажем так, буду подходить с позиции Пускай молодая будет Чтобы еще первый ряд и еще задел был бы лет пять Собственно говоря, чтобы можно было там позажигать вместе с вами Обеспеченная должна быть обязательно Отличная, конечно Да когда с голоду с вами умрет, собственно говоря Не в бруя, а в глаз Нет При выборе мужчины, конечно, надо все обстоятельства Учитывать, да Да, учитывать Конечно, мне хотелось бы, чтобы рядом с вами была хорошая девушка Из хорошей семьи, умная, целеустремленная на самом деле Чтобы она многим интересовалась Потому что вы достойны самого лучшего Вы в своей жизни не сделали ничего такого Чтобы вам сказали, ну, знаете, довольствуетесь этим А что вы хотите? Вы столько уже там наследили Вы хороший парень Это считывается Спасибо Вы достаточно бесхитростный Бали вам пошло на пользу Правда? Я считаю, что тоже, да Да, это видно все Поэтому давайте будем искать хорошего А там уже прощупаем Да, есть люди, которые не становятся циничнее с возрастом А раскрепощаются все больше И вот это Никита Спасибо Как самый настоящий стрелец Ну, человек он такой серьезный И в то же время очень легкий на подъем И такой любит, наверное, достигать своих целей Поставил и вперед Согласна Вам нужна худенькая и очень серьезная Такая спокойная, выдержанная Да, пусть она интересуется всем на свете Но вам девушка легкомысленная не подойдет в принципе Потому что вы для нее будете слишком серьезной А она для вас будет ни о чем Вам нужна именно серьезная Та, которая будет, может быть, чуть-чуть зануднее вас После рекламы невесты попытаются проявить свое искусство обращения Оцените вместе с нами Вы смотрите «Давай поженимся» У нас в гостях Никита Встречайте первую невесту Удачи! Привет, Никита Привет Я знаю, что ты не был в Киеве Я тебе привезла такой маленький сувенирчик И я думаю, что в этом году ты точно побываешь в этом городе Да, спасибо Пожалуйста Волосы красивые, оригинальные А что это такое-то? Расскажи хоть, а? Это символ любви, страсти и понимания Я хочу вам преподвести маленькие сувенирчики А покажите, пожалуйста, символ любви, страсти, Никита Никит, покажите, пожалуйста, символ любви, страсти Вот такая штучка Да, страсть очевидна Ее нужно куда-то повесить, да? Повесить у себя на кухне и будет вспоминать Чтобы узнать ваш случай, давайте посмотрим на экран Ирина, 27 лет Парикмахер-визажист в салоне красоты С детства занималась спортивной гимнастикой Сейчас увлекается мотоспортом Для нее очень важно, чтобы будущий избранник ее постоянно удивлял Мечтает погрузиться на дно моря, чтобы посмотреть на затонувшие корабли Ирина дважды влюблялась в своей жизни Но оба избранника не смогли ее сделать счастливой Надеется, что с Никитой ей повезет больше А что должен сделать для вас Никита, например, для того, чтобы осчастливить? Погрузить вас на дно морской батискафи или что? Нет, в принципе, он мне ничего не должен Просто мне хотелось, чтобы мой мужчина был более энергичный, нежели я Более целеустремленный, нежели я Более, наверное, с какими-то идеями Чтобы у него было много идей И он пытался их все воплотить А зачем вам? Идеи какие? Может, он решил там эту, ну, планету открыть, а оно вам надо? Ну, я по жизни человек, который ставит себе цели Я с детства такая, да? Так как у меня сложилась такая ситуация в семье Я всегда хотела больше зарабатывать, да? Чтобы жить одной, чтобы жить в своей семье А ты живешь бедненько, бедновато, да? Ну, да, было такое Мне всегда хотелось чего-то самой добиться Потому что у меня папа рано умер Вы же с Украины? Да, и я жила с отчимом Мне всегда хотелось с детства доказать, что я что-то могу в жизни Вот вам сегодня 27 лет Чего вы добились? Вот за что вы себе говорите? Я молодец Я хочу сказать, у меня работа очень, наверное, сказать Приносит мне хороший заработок Я обеспечу себя А чем вы занимаетесь? Я визажист, стилист, парикмахер Работаю в салоне Чего, квартиру купили уже, да? Нет, квартиру не купила Снимаю сама Но в Киеве Я уговорила маму не продавать дом, да? Сейчас там делаю ремонт В дальнейшем я хочу Складеть в аренду У вас золотые руки и вы себя кормите Почему у вас было два неудачных эксперимента с мужчинами? Почему оба закончились как-то неинтересно? Ну, первая – это любовь Первая – мне было 18 лет Я не понимала, что такое отношения Что такое уступать Что такое идти на компромиссы А вот, смотри, даже на нее не смотрит Не понравилось, что ли? Я запрещала посещать ночные клубы Я запрещала курить Запрещала пить Я была вот такая вот Или я, или вот ночной клуб И на сколько этого хватило, молодого человека? Практически три года Мы были ничего себе Я думал, он не деленат Терпение Но он очень меня сильно любил А, он ее сильно любил Он, видимо, слушался, да? Ну, сбежал А вторая история? Вторая история – это Вроде все хорошо было Но мне хотелось, чтобы я в отношениях чувствовала себя женщиной Мне хотелось, чтобы я чувствовала заботу Чтобы я понимала, что за мной стоит мужчина Кто вас развлекал и устраивал бесконечные фейерверки, счастья? Это он вас возил на Воробьевы? Горы ночью в пижаме? Да, да, это он А он вас что, прямо из постели что ли выдернул? Почему в пижаме-то? Ну, развлекал так девушку романтично Нет, да, у него позвонить и сказать У тебя 10 минут собраться Я стою под подъездом Мы едем в романтическое место Ты не была здесь У вас были претензии вот даже ко второму молодому человеку Что он вдруг резко прекратил вас удивлять и поражать Я хвасталась ему о том, что у меня есть знакомый в Москве уже Я хвасталась то, что у меня уже зарплата стала в два раза больше А зачем вы хвастались? Зачем вы сравнивались? Это бедность, это моя глупость Мне кажется, ей больше подойдет вообще старший мужчина Такой вот как папа Ирина, а что важно для вас в мужчине? Чтобы у него был мужской стержень Чтобы он был сильнее меня Вот вы уже сказали, чтобы он был сильнее ваш Чтобы он был четко Если он сказал да, значит это да Чтобы он не менял свое решение Вот он сказал, пойду с друзьями сегодня пить пиво И он пойдет Нет, я имею в виду, если мы откладываем деньги на что-либо, на ремонт Мы оттуда не берем деньги на поездки Мы не берем деньги на клубы Вот смотрите, она уже командует Да, нет, нет, нет Я говорю, у нее все это осталось Вот такая ситуация Копим мы, допустим, деньги на ремонт Да, вот копим, копим, там в баночку откладываем И вдруг приезжает неожиданно в Москву Какой-нибудь музыкант серьезный И билет на него стоит там 5000 рублей И вдруг, оп, я понимаю, что так Денег, кроме как баночки ремонтной Мне взять некуда Что ты будешь делать? Вот ты говоришь, что ты идешь на компромиссы У меня 4 конверта У меня дом, одежда и отдых И четвертый конверт, он красный Это на всякий случай То есть у нее все предусмотрено? Да, у нее все по конвертикам разложено То есть вы отвечаете за финансы в семье, да? Будете отвечать вы? Нет, я бы хотела, чтобы мужчина Отвечала Это вообще конверт не умеется Все-таки ей понравился он, видимо Она уже начала как-то мягче Пожалуйста, покажите, что вы приготовили для Никиты Для меня, как для женщины, очень интересно знать Какие качества в отношениях ты ставишь на первый план Сейчас тебе стоит расслабиться И вытащить лист бумажки Пожалуйста Так Цифра 3 Для тебя важно на первом плане Это нежность между мужчиной и женщиной Трепетность отношения Какая-то литерский роз Нежность класс, да Нежно люблю все Ты любишь нежных девушек? Да Так, пожалуйста Следующая бумажка Да, да Два Два Но обязательно в отношении должна быть страсть Но Которая, возможно, перерастет в огненную любовь Ой, это очень откровенная статуэточка, да? А, это свечка, да? Чтобы все понимали Да, да, я тебе дарю эту коробочку Для того, чтобы в твой дом немножко внести романтику и уют Спасибо Спасибо Спасибо, Ирина, с друзьями пройдите в комнату Иван и Вячеслав нет, да? Конечно, не ваше. Ребята, вы не только из разных детских, вы из разных планет. В то время, когда вы на Бали осваивали какие-то экзерсисы на серфинге, она в это время и шачила с утра до ночи, чтобы маме сделать ремонт в квартире. Бедная девочка, для которой эта ценность реальная и настоящая. Понимаете? Потому что для нее счастье не быть голодной и плохо не жить. Вы можете себе позволить жить про другое. Она не может. Она мне прочувствовала, смотри, прочувствовала. Она тебя прочувствовала в любом случае? Она мне до слезы не довела. Она тебя понимает. Хорошая девочка, конечно. Ее надо за более серьезного мужчину и постарше бы, чтобы уж не голодала. Возможно, согласен, да. Василиса, я скажу, что Ирина ждет брутального мужчину, который сможет ударить кулаком по столу. Она сама сказала об этом так. Который сможет взять ее в ежовые рукавицы и которого у нее никогда не будет. Потому что Ирина и ее тип мужчин домашний, послушный, тихий, очень чувствительный, действительно очень нежный. Мне как раз кажется, что она со временем могла бы рассмотреть хотя бы часть этого мужчины в вас. Я не вижу здесь явного противоречия в вашей совместимости, скажем так. Я просто боюсь, что она долго и целенаправленно, упорно ищет не того мужчину, который ей нужен. Нужно одного бояться, чтобы котлетки, которые она отложит до приезда своих родственников, чтобы ее муж, как вы себе звали, лаканки, ночью, пасучивая ножками, не жрал бы их из кастрюли. А тут она в халате, такая украинская девица. Ну, думаю, до этого не дойдет. Давай поженимся у вашего мобильного. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Через несколько минут вы станете свидетелями нового знакомства. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в гостях Никита. Встречайте вторую невесту. Удачи! Спасибо! Привет, Никита! Привет! Меня зовут Оля. Очень приятно. Мне очень нравятся твои трусы. Класс! Нормально, все отлично. А тебе понравятся мои трусы? Мне нравится твоя. А тебе понравится? Ну, вот интересно, почему мои шикарные шорты все называют трусами. Мне обидно. Мне мама подарила вот шорты классные, а мне их все трусами называют. Я шучу. Мне очень нравятся твои шорты. Я шучу, конечно, ерунда. Олечка, с кем вы? Я пришла с подругой нашей семьи, с Людмилой. А также в зале у меня сидит моя дочь, которая 6,5 лет, и моя бабушка. Давайте на вас посмотрим. Ольга, 28 лет. Менеджер в торговой компании. Не любит сидеть на одном месте. Много путешествует, танцует и готовит вкусные сладости. Предупреждает, что не закрывает тюбик с зубной пастой. Мечтает о счастливой семье. После рождения ребенка муж запрещал Ольге выходить из дома. Она не могла терпеть его постоянный контроль, и они развелись. Надеется, что с Никитой ей будет спокойнее. Олечка, вы были замужем за тираном. Ну, можно сказать, да. Чем вы так провинились перед ним, что он вас просто заточил, закрыл под ключ и никуда не выпускал? Ну, скорее, я ничем не провинилась. Просто такой человек. Все мое всегда при мне и всегда со мной. Вы же даже в магазин ходили в тайне от него. Ты должна... Родила ребенка, ты должна гулять рядом с домом. И умереть на кухне под плитой. Да. Нет, а почему вы не гулять рядом с домом? Зачем очень должен переживать? Если рядом с домом парк хороший есть, вот что-то прямо это. Ну, каждый день рядом с домом гулять. Неправильно, мужчина. Все-таки девушка должна быть только на свободе. Ну, она натерпелась, видимо, от него. Он именно подавлял ее. Я была молодая. И он не только вам гулять, где вы хотите запрещал. Он вам почему-то еще запрещал общаться с мамой, с родителями? Ну, я не запрещала общаться с мамой, с родителями. Он был против того, чтобы я к нему уезжала. А вы откуда? Я из Архангельска. Ну, у вас здесь бабушка, родители в Москве. Вообще, я живу одна с дочерью, со своей собакой. А вот там бабушка ко мне приезжает. Хорошо, вся эта история где происходила? В Архангельске? В моем доме нет. В Москве, в моей квартире. А родители... А мои родители живут на Украине. А вы куда к родителям ездили? То куда вы нам запрещали? Ну, конечно, это затратно. Поэтому он объясновался так. И как часто вы уезжали на Украину? Всего лишь раза два в год. Хорошо. Я-то думала, правда, в соседний район или там в соседний дом не пускал. А потом, знаешь, она все-таки там возле дома-то, может, она гулять-то собралась с грудным ребенком. Вообще не пойми, куда. Она же вообще рискованная такая. Но он женился на женщине, считая ее осмысленной и здравомыслящей. Почему бы нет после тебя погулять с ребенком? Осмысленной женщиной вы сейчас чем занимаетесь? Смотрим? Чем? Что-что? Ну, на чем гоняете-то? Я гоняю на автомобиле, но это не гонки какие-нибудь. А как гоняете? По ночам, что ли? Ну, просто она любит быструю езду. Да, я люблю быструю езду. Оля, у меня в голове хаос, я пока ничего не понимаю. Сколько лет вы приехали в Москву? 11 лет. Живу в Москве. Вы здесь живете? То есть, в 17 лет вы сюда приехали? Да. Вы шли замуж за него? Благодаря мужу у вас появилась квартира? Нет. Мне квартира досталась по наследству. От бабушки? От дяди. Ясно. Значит, сейчас кто вам помогает с ребенком? Вы вместе живете? У вас квартира? Вы живете с ребенком? Да, у меня ребенок ходит в садик. Ко мне приезжает моя бабушка. Мой бывший муж редко общается с ребенком. И как ни странно... Латвист алименты. Взрослый ребенок. Слушай, я думаю, это отпугнет. Но у вас после развода еще была история. Была. Страшная. Ну, может быть. Ну, как вы влюбились. У вас отношения? Да, отношения. Ожидала того, что мы поженимся. Они перерастут во что-то более серьезное. Вы забеременели? Я не забеременела. Скажем так, было подозрение на беременность. И вы ему смс-ку любимый? Я ему смс-очку, да, любимый. Вот-вот. Я иду к врачу. Может, да, может, нет. А он мне перезванивает и говорит, а меня это не волнует сейчас. Ты понимаешь, что ты мне пишешь такие смс-ки? Рядом со мной моя жена. Я говорю, в смысле, как это моя жена рядом? А сколько вы были времени с ним вместе? Два года? И за два года он ни разу не прокололся и вы не поняли, что он жена? Конспиратор какой, а? Паспорт не ездили. Не ездили никуда вместе отдыхать? Вот как раз не ездили вместе отдыхать. Потому что он все время был в каких-то командирах. Он разбил вам сердце? Разбил. А вы точно знали, как его зовут, как у него фамилия, прописка? Да, да, да. Я его паспорт видела, прописка. Он все время был в командировках. На самом деле, я так понимаю, что он проживал себе свою жизнь спокойно с женой. А может быть, не было никакой жены у него? Он не хотел этого ребенка и не хотел вас с ребенком, поэтому... Ну, конечно, не предлагал. Поэтому так и сказал, чтобы вы приняли решение. Ну, ясно. Перед вами Никита. Вот такой у него образ жизни. Вот такие у него взгляды. Отличный парень. Вот мне нравится, Никита. Очень нравится. Мне нравится. А он похоже. Он на Бали-Бали. А вы, значит, гоняете там это. Не жалко? Он ребенок же маленький. Все происходит в пределах разумного. Я никогда не забываю... А скорость какая пределах разумного? Ну, вот для меня гонять, это ездить в районе 110-120 км в час. Где гоняете? По Москве я не гоняю, потому что я езжу с ребенком, и безопасность ребенка для меня все... А мама по-другому не скажет, понимаешь? Если она едет с ребенком, она никак в жизни 140 не поедет. Покажите сюрприз. Сюрприз. Вам нужно переодеться? Да, мне нужно переодеться. А, Людмила, а вы здесь живете? Вы москвичка? Да, да, я москвичка. Думаете, созрела уже замуж, Ольга? Ольга, конечно. А жених в трусах нравится? Очень понравился ей. В трусах нравится. Родственникам без трусов понравится. У них много общего. Кстати, слава богу, что в трусах пришел жарко, в общем, у вас тут. Но вы видите, у нас появился на самом деле прекрасный предмет для обсуждения. Да, трусы мои трусы, да. Нет, шорты, третийная программа, вот вообще. Нет, с этим я умножь не соглашусь. Я вообще не серьезно, я прям не серьезно. Никита, Ольга готова. Давайте посмотрим на сюрприз. О, тамп-тамы. Что-то африканские страсти будут кипеть сейчас. О, точно. А танца как такового нет, девчонки. Посмотрите. Она просто кружится, летает, как птица. Нимфа, Нимфа. Спасибо. Спасибо. Молодец, очень хорошо. Прямо так вот. Красно. Так хорошо. Иван Вячеслав, что скажете? Прекрасно открытая девушка, родинка, как у прекрасной Синди Кроуфорд. Великолепно на первый взгляд. На вскидку, мне кажется, подходит друг другу. Спасибо, Никита. Симпатичная девушка, но вот ребенок и вот какие-то там один муж, какой-то второй там странный молодой человек. Вот меня немножко смущает, потому что вот если муж общается с ребенком, то это так или иначе, он будет как-то присутствовать в жизни. Присутствовать в жизни всегда. Да, я как-то не очень понимаю, как общаться. Я обычно вот, если с девушками начинаю общаться, я говорю, что можешь мне, пожалуйста, вот в свое прошлое, да, я не хочу общаться там вот с твоим бывшим молодым человеком. А тут сто процентов это будет. Прямо вот если мы сейчас решим строить отношения, он появится завтра, придет к дочке. Конечно. Ну а как, я же не могу своему отцу ребенка запретить общаться. Девушка хорош, ну и что, есть ребенок, а что? На вас тоже он, как Лариса, любит говорить, вы говорите, тоже на особого любителя. И что сидит, прямо это разбирается, значит, ребенок мешает, бывшая мешает, хочет, чтобы это... Она вот, смотрите, так же зажигает, как и вы. Нет, абсолютно ничего общего. Нет, абсолютно разные люди. Ольга совершенно не такая, как она хотела произвести впечатление. Легкость, вот так вот в балетках здесь танцевать, тоже не имеет никакого абсолютно к ней отношения. Она другой человек. У нее сейчас человек легкий, он и легкий, 57 лет. Его видно. А здесь это было все очень натянуто, натужно. Мне кажется, в жизни она и жестче, и знает, что хочет, и живет не так просто. Поэтому лучше я за правду. Ольга относится к тому отряду женщин, которые спешат быстро вручить бразды правления собой какому-нибудь мужчине. Она очень быстро вышла замуж, фактически не поработав. То есть она фактически сразу получила тирана просто потому, что она создала его своими руками. Она дала ему возможность быть таким домашним тираном. К сожалению, не потому что разрешала, а потому что она стала полностью от него зависимой. Вторые отношения очень странные, которые шли по тому же самому пути. Непонятные встречи два года, ничего не знает ни про командировки, ни про то, что он женат. И опять же, здесь я вижу упорные попытки вручить бразды правления собой какому-то мужчине, и потом от этого страдать. Ну, кстати, да. Вот угодить, вот это вот я сейчас, да. Согласна, абсолютно согласна. Впереди у нас третья невеста, и, возможно, выбор своей судьбы не пропустить. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы смотрите «Давай поженись», и я предлагаю Никите встретиться с третьей невестой. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, надеюсь, что все будет хорошо. Привет! Класс. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Но это точно не его. Эри, это не его точно. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну? Ну, может быть, не сказал. Ну, потому что, ну... Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте. Я с любимой тетей Таней и со своей любимой подругой Кариной. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Надежда. 21 год. Профессиональная теннисистка, многократная чемпионка России. Помогает маме в семейном бизнесе, посещает детские дома и любит встречаться с подругами в ресторане. Мечтает выйти замуж и родить ребенка. Надежда много времени посвящала тренировкам, и ей было не до личной жизни. Однажды она встретила молодого человека, но он оказался ненадежным. Надеется, что Никита поможет осуществить ее мечту. Надюш, кто привел в спорт? Мой папа. К сожалению, его сейчас нет со мной. Он просто был фанатом тенниса. Я знаю, что произошла трагедия. Папу убили в 1996 году. Да, рядом с домом. С бизнесом, наверное, связано? Ну, скорее всего. Непростой человек был. А мама больше замуж не выходила? Нет. Кто вас воспитывал? Мама. Ой, спасибо большое. Кто ей помогал? Тетя моя. А почему мама не пришла? Она очень хотела, но не смогла. Мама в бизнесе? В серьезном? Мама в бизнесе, да. Я ей помогаю тоже. И там успеваю. Вам 21 год, и я так думаю, что у вас особой жизни-то и не было с мальчишками где-то потусить. Да, она еще совсем молодая. Еще нету какой-то жизненного опыта. Нету. И ведь был парень у вас? Расскажите. Да, я был парень год назад. Ну, все начиналось как обычно. Букеты, конфеты, романтика. Но потом я уехала на Каннский фестиваль по работе. И мне начали приходить фотографии, где он с девушками. Не знаю, его друзья мне присылали. Не знаю, зачем это. Хорошие друзья. Да, зашибись вообще. Ну, я как бы, я не ревнивый человек. Ну, зачем мне ревновать? Я была погружена в работу. Но в итоге я пролетаю, как бы мы с ним встретились. Я поняла, что что-то уже не то. Я просто встала и ушла. Говорю, я извини, говорю, я измены не терплю. То есть он не стал сопротивляться, да? Он пытался потом помириться, но я не прощаю измену. Надюш, вам не рано в 21 год? Ну, мне хочется. Меня так воспитали. И детей уже хочется. И детей вообще. Да, спорт ты все равно, ты не будешь целую жизнь играть. Все равно личную жизнь нужно строить. Конечно. И детей воспитывать надо. И лучше вовремя. А вон, если она в таких кругах вращается, зачем ей вообще Никита? Зачем? Найдет себе богатого олигарха, который ее продвинет. А девятилетняя разница в возрасте с Никитой не смущает? Нет, меня не смущает. А хотите, пообщайтесь. Вот можно на ты, да? Можно. Вот ты спортсменка. Какие-то еще интересы, кроме спорта, есть? Ну, вот как бы, да, спорт спортом, а вот там, я не знаю, кино, музыка, еще что-то. Я сама сейчас, на данный момент я занимаюсь пением. Но я как бы не профессионально, это мое хобби. А вот Каннский фестиваль, ты сказала, ты чем там занималась? У меня была там фотосессия для одного журнала. То есть ты модель еще? Ну, меня там приглашают, я как теннисистка. Она звезда тенниса, звезда настоящая. Чемпионка многократная. Многократная о России, поэтому... Ну, на самом деле, если так полностью... Надюш, а у вас же призовые огромные. Ну, да. Будете свадьбу, будете врачный контракт заключать? Я думаю, что да. Надо. А при каких условиях ваше будет ваше? Чтобы мое оставалось моим. Да. А он так пришел в шортах, он уйдет. Да, кстати, вполне. Ну, его, видно, не очень нравится, что она вся в спорте. Ну, он парень простой. А по поводу интересов-то что? Окей, ну, там, хорошо. 17 песен, а еще что? 18, окей. Ну, я, во-первых, у меня три клипа есть. Класс. Я благотворительностью занимаюсь. Ну, просто тут на самом деле... А разве для 21-го года перечислено это мало? Три клипа-то отлично. Для 21-го года нет. А то, что она многократная чемпионка. Я же не... Это вообще суперкруто. Что хотели бы услышать, что она вышивает болгарским крестиком и поет «Беловежскую пущу» с ветеранами труда в подъезде? Что? Нет, но там... У нее послужной список больше... Так, давайте перечислим. Друзья, а что вы сразу про интересы? Мне скорее вот сейчас уже становится интересно, как вы себе представляете семейную жизнь? Какие-то концерты, песни? Я представляю себе семейную жизнь, чтобы мы смогли, допустим, сказать... Ее призовы потратить на концерт. Ведь, Никит, по большому счету, в браке это даже не важно, будет вас жена сопровождать на концерт или нет. Как это ни странно. Допустим, вы идете на концерт с друзьями, а она остается дома. Она не обязательно должна разделять ваши интересы. И в браке важно другое, чтобы она с улыбкой вас отпускала и с улыбкой встречала. А вы... Я бы хотел вместе это делать. Ну, то есть, я бы хотел, чтобы была заинтересованность. А стирать вы тоже вместе будете? Стирать я не обламываюсь, да. Стирать пусть машинка. А, видишь, он хочет, чтобы у этой девушки была тоже такая заинтересованность, как и у него. Ну, конечно. Музыкант. Надюш, я знаю, что вы приготовили сюрприз, да, для Никиты. Покажете? Да. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 да вот он не клубный мальчик он не танцует мы еще отдача не хватает ему баскетбольного субтитры я субтитры поет да и хорошо поет и ему она нравится по моему даже вот сейчас песни прям так на нее внимание обратил спасибо спасибо проходите вы скоро узнаете кого никита выбрал отстрелялась надюшка пела отлично хорошо молодец я конечно не считаю чужие деньги но жалко если она свои призовые просадит на клипы свои это точно 100 процентов на другой стороны говорит для себя поет но для себя здесь даже было видно что сюрприз для камеры знать если она переключится на вот отойдет уже от спорта и начнет другой жизни заниматься то может что-то получить меня смущает возраст профессиональный спорт и все остальные в том числе и клипы музыка как вам симпатичная девушка даже я бы даже таких чего что тут говорить девочками называю но 21 год все таки это ну в общем я так и не услышал каких-то вот заинтересованность для меня очень важно чтобы человек в чем-то и тем интересовался и всем 21 год я в 21 год уже но вы не были многократным чемпионом в россии согласен да вы понимаете сколько это следует времени и слава богу что она умеет писать и читать а она еще и закончила школу и институт разве этого мало ой ну и какие еще интересы и теннис и пение и благотворительный фонд ты говорил там про такой тип мужчин ущемленный фонд вот вот мне кажется у него нет такая ситуация нет мой жена что такое жена это визитная карточка мужа у нее и статус и преданные хорошие родители вы зациклились на какой-то музыке гордиться надо что вам такая девушка такую девушку вам сватают а вам кроме извините музыки более предъявить нечего он в свои 30 ничего такого не добился не добился вот именно а он в свои 21 уже сколько всего ну а мне с этим чемпионством то что делать как бы медали эти молиться что ли на них не знаю ну у вас я пока и не высел день то сколько есть вообще у вас на мороженое хоть хватит ну на мороженое найдем я думаю мне в городском очень выделен шестой дом и очень слабый дом девятый она очень цельный человек который готов верой и правдой служить фактически любую идею еще и козерог то есть такая очень сильная целеустремленная натура но своих собственных идей у нее нет ну не считая клипов то есть у нее нет какого-то единственного магистрального направления в жизни потому что теннис был направлением в которое привел ее папа это была его мега идея и ей нужен муж который даст вот такую мега идею существования если вы чувствуете в себе силы быть для женщины направляющим человеком который ну дает вектор развития семьи в основном тогда имеет смысл брать я считаю что она прекрасной женой ну давайте кого выберет кого выберет кого выберет кого выберет кого выберет а мне кажется он тебя выберет Иван и Вячеслав нужно посоветовать одну девушку своему другу поэтому я слушаю кто эта девушка Ирина Ирина, а вы? а я за надежду очень приятно как жену молодец Никита ваше впечатление я сделал свой выбор и в общем спасибо огромное девушкам все очень разные все со своими изюминками в общем отличная девушка Вера ну как он тебе понравился? ну 50 на 50 внешность да но то что он такой не серьезный ты немножко есть то я еще раз повторюсь с Ириной вы с разных планет Ольга с ребенком и она для вас запутана себя не проявила никак поэтому мне кажется она вас и не зацепила а надежда как мне кажется зацепила потому что больше всего вопросов было адресовано именно к ней и как-то вы так очень нервничали 9 лет мне кажется прекрасная разница в возрасте ну поет она дурацкие песенки ну не будет она их потом петь потому что хочет родить детей и хочет семью почему бы нет посмотрите в какой она форме прекрасная мне кажется прям дорога к Наде понравился он тебе? ну да понравился выйдешь ты если он за тобой придет? то же самое выйду а вы знаете наши невесты часто говорят что хотят чувствовать себя рядом с мужчиной в безопасности и так далее они о чем говорят? перевожу они говорят хочу чувствовать рядом с мужчиной женщиной вот я вот даже себя примерила к вам ну вот не чувствую я собственно говоря поэтому к чему говорю поэтому к двум взрослым девушкам Ирине и Ольге не советую не дотянете а с Надюшей еще можно позажигать собственно говоря я особой разницы в этих 9 лет и не вижу а звезды? звезды говорят что вам действительно больше всех подошла бы Надежда слушайте себя вы взрослый человек знаете куда пойти мы вас поддержим в любом случае проходите АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей 36 лет номер 2707 учредитель в строительной компании профессионально занимался рукопашным боем сейчас поддерживает форму в фитнес-клубе влюбится в красивую, добрую, умную девушку у которой есть чувство стиля Елена 22 года номер 2708 модель любит проводить время с друзьями обожает пляжный отдых гордится тем, что окончила балетную школу хочет встретить обеспеченного молодого человека который готов к созданию семьи мы не знаем, выйдет Никита один или с избранницей я приглашаю всех выходить давайте его поддержим АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, друзья, мы точно с тобой будем хорошими. Да, отлично, взаимно. У нас есть пара Никита и Ирина. Ирина, быть неотразимой каждый день вам поможет подарок нашего спонсора косметика Дошели, который обеспечит эффективный бережный уход за кожей Дошели, потому что доверяю. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Героя Канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте самой сильным героя на номер 4151. Я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай, пожениться. Мне от мужчины нужны эмоции. Я люблю драйв. А Людушка, Иванушка тоже не случайно, как знак судьбы. Это называется не то, что ищу жениха, а просто от них вы должны отмахиваться. Я предлагаю тебе изобразить эмоции. Я заявить пришел, просто фамилию под темой, Чтоб женщине верить нельзя. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...